Гипоэстес – это декоративное растение. Оно отлично подходит для выращивания как в комнатных условиях, так и для посадки в саду. Будет хорошо смотреться как горшечная культура, так же для посадки в открытом грунте в качестве бордюра, например, по краю клумбы. Растение это неприхотливое, теневыносливое и устойчивое к жаре. Чем ярче свет, но не солнце, тем сочнее и наряднее будет окраска листьев. Посев семян производят в марте-апреле, но я буду высевать семена гипоэстеса в начале января, так как посадочного материала мне нужно будет много. Очень понравился мне цветочек, и я задалась целью найти семена, но так как город у нас маленький, проблематично найти что-то новенькое и интересное. У меня была возможность выехать в другой город, и вот то, что я смогла найти. Я очень довольна, что хотя бы что-то я нашла, и сейчас покажу вам, что. Нашла я вот такую японскую линию серии конфетти гипоэстес белый, очень красивый. И задалась я целью вырастить этот цветок, уже знаю, что где я его посажу, будет он у меня оформлять бордюр моей клумбы. Также нашла вот такого красавца, тоже серии конфетти, называется красное вино. Посмотрите, какая краска, просто шикарная. Если это будет так, как на картинке, это будет просто великолепно. Вот такой розовый удалось мне найти. И вот такой розовый мрамор. Немножко отличаются. Это всё японская серия, а это от агрохолдинга Поиск. Розовый мрамор. Конечно, хотелось мне найти ещё красненький, но вот не представилась такой возможности. Но я очень довольна, что хотя бы смогла найти вот такие расцветки. Будем приступать к посеву этого прекрасного цветочка. Готовила я рыхлую землю с добавлением вермикулита и перлита. Смочила грунт водой с добавлением HB101 и энергена. И сейчас будем приступать к посеву. Сделала нумерацию и сейчас приступим к посеву наших гипестесов. Семена гипестеса достаточно крупные. И сейчас мы их будем раскладывать по поверхности грунта. Семена достаточно крупные, поэтому они очень легко распределяются по поверхности грунта. Очень легко. Делаем всё. Ну вот, распределили мы наши семена по поверхности грунта. И сейчас просто немного присолим их земелькой. Просто сверху, не прям маленьким-маленьким словом, буквально миллиметрик. Просто как присолю. Вот так. Распределим. Смочим земельку водичкой. Закроем крышечкой. И на стеллаж подхват подсветку. Температура у меня где-то 23-24 градуса. И вот здесь будет мой стоять гипоэстес. То прорастание. Как только появятся первые всходы, я обязательно вам покажу. Сегодня 8 января. И посмотрите, уже начали появляться первые всходы гипестеса. Напоминаю, что посеяла я его 5 января. Сегодня третий день от момента посева. И вот уже начинают появляться вот такие всходы. О дальнейшем развитии. Что я буду делать. Я обязательно буду снимать и показывать вам в следующих видео. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok